Раз! Ну давай, давай, давай! Доступному спорту все возрасты покорны. Десять минут назад на этом турнике подтягивался семилетний житель микрорайона. Сейчас заместитель мэра Благовещенска. С тех пор, как в июне местный пустырь превратили в спортзону с волейбольной, баскетбольной площадками и турниками, она не пустовала и дня. Раньше здесь не было такого большого количества людей. Сейчас вот смотришь и здесь так уютно стало, атмосферно. Гуляешь и прямо радуешься. Дворовые площадки, они как бы устаревшие уже, и поэтому дети, наверное, сюда больше идут. Я тут каждое утро. Я беру палочки и скандинавской ходьбой занимаюсь. Каждое утро я в 6 часов подъем, и сюда. Ну, единственное, хочется тренажеров для нашего возраста, таких оптимальных. А вообще, это очень здорово, что появилась вот такая территория, что можно отдохнуть. Отдохнуть можно и у пруда. Его очистили. Подпорные стены укрепили и выложили гранитом. По всему периметру водоема установили кованое ограждение. Оборудовали ступени с лавочками. Через 10 дней два берега соединит мост. Он протянется на 23 метра. Металлический переход украсят лотосами. Данный сквер, можно сказать, парк, он за один год его сделать невозможно. Невозможно пока установить тренажеры, о которых просят пожилые благовещенцы. В рамках программы «Городская среда» отремонтировали северный вход, оснастили его пандусами, как того просили инвалиды. Окна на китайских стенах закрыли решетками, чтобы туда не проникали горожане, что любят все бить и крушить. Для борьбы с ними установят камеры, ведь скоро место отдыха обретет еще и фонари. Осталось еще работы по освещению. Субподрядная организация, ждем поставку от субподрядной организации. Это сами стволовую часть, получается, столбов освещения и фонари. Прокладка кабеля уже тоже на 80% выполнена. По периметру всего парка в 50 метрах от водоема засияют почти две сотни светодиодных фонарей. Трех- и пятиметровые конструкции заказали в Красноярске. Монтаж начнут 2 сентября. На них и все работы власти потратили 30 миллионов рублей. Финальным аккордом обустройства станет озеленение. На территории парка раскинется роща с 400 берез и елей. Боярышника и богульника высадят по 60 кустов. Конец октября для этого самое время. Власти очень надеются, что саженцы пойдут в рост. Кристина Слепцова, Дмитрий Тарасов. Программа «Город». Кристина Слепцова, Дмитрий Тарасов. Продолжение следует... Кристина Слепцова. Продолжение следует...